Ежемесячное оперативное совещание, совпавшее в этот раз с Днем памяти и скорби, началось с минуты молчания. Затем председатель Совета депутатов Станислав Радченко сообщил о том, что из пяти ранее избранных депутатских комиссий уже работают четыре. Бюджетная, комиссия по здравоохранению и соцвопросам по ЖКХ, а также вопросам строительства и транспорта. Для своевременного решения проблем жителей также вводится институт кураторства. Мои заместители, их три, они теперь поделили между собой отделы, вновь образованные, соответственно, они будут заниматься и курировать вопросы исполнения как наказов, так и проблематики во взаимодействии с руководителями территориальных отделов. То есть у вас, руководители, появились собственные соратники, помощники на месте. Продолжается прием заявлений в первые классы школ муниципалитета. На данный момент уже принято 2780 будущих первоклассников. Во всех детских садах работают дежурные группы. Сейчас их посещают 927 дошкольников. Аттестаты выбраны всем выпускникам 9-11 классов, за исключением тех, кто по уважению причине не смог присутствовать на вручение аттестатов. Эта работа также проведена. Активный период наступил работы по подготовке единого государственного экзамена. В поликлиниках поэтапно возобновляется прием узкопрофильных специалистов. С июля должны заработать амбулатории в поселениях. Открытие после ремонта третьего хирургического отделения в связи с пандемией отложено на август. 22 июля, до сегодняшнего дня, уже возможно проведение анализа на инфаркции желающих, в том числе и здоровых, и здоровых, для того, чтобы оценить напряженность и инфекции. Для этого можно записываться через портал mosfet.ru, в центр губернатора, ну и также через информат, который находится в ремонтах. Открывшиеся недавно многофункциональные центры продолжают оказывать жителям весь перечень услуг, кроме тех, что могут быть выполнены удаленно. О своей работе отчитались также главы территориальных отделов и основные управляющие компании, работающие на территории муниципалитета. Многие из них указали на периодические сбои в вывозе твердых бытовых отходов, а также несвоевременную замену поврежденных контейнеров. Глава муниципалитета Алексей Спаский поручил разобраться с ситуацией и наладить своевременный вывоз мусора. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.